В Салихарде состояло заседание рабочей группы, где обсуждалась проблема обращения с уличными животными и соблюдением требований к содержанию домашних. Возникающие вопросы по предупреждению увеличения численности собак на улицах города Лабытнанги неоднократно рассматривались как органами представительной власти, так и органами исполнительной власти. В режиме видеосвязи к рабочей группе присоединились все города и районы. Для нас очень важно получать обратную связь, понимать, как ситуация развивается на территории наших муниципальных образований. Специалисты отмечают, что программа ОСВВ – отлоп стерилизации, вакцинации, выпуск в прежнюю среду – не принесет результатов немедленно. Должно пройти 2-3 года, прежде чем численность бездомных животных начала снижаться естественным путем. Для этого через программу нужно провести 70% всех животных. Стерилизация не лишает животных способностей наносить попусы, но делает их более спокойными и значительно снижает вероятность появления агрессии как людям, так и людьми животных. В период весеннего года животные не сбиваются в стаи, меньше заинтересованность защиты территории. В итоге выпуска на твердые места обитания стерилизованных животных со временем будет способствовать старению популяции и естественному снижению численности. Проблемы у всех городов и районов схожие. Лабытнанги – не исключение. Ограниченное количество мест и, как следствие, переполненность приюта. Актуальность данной проблемы возросла с присоединением поселка Харп. Количество животных, которое прошло на сегодняшний день через приют, в общем составляет около 323 животных. Цифры, статистики, они сейчас ни о чем не скажут, потому что мы эти сухие цифры, так скажем, передаем в уполномоченный орган службы ветеринарии. При этом у нас участились случаи в социальных сетях, сообщения по укусу животными, в том числе животными, которые у нас прошли процедуру СВВ. Потому что жители напрямую говорят о том, что укусило животное очипированное, например, и так далее. Поэтому мы надеемся на то, что будут все-таки у нас на законодательном уровне, в том числе на уровне субъекта, внесены какие-то поправки, документы, в том числе методические рекомендации по тому, каким образом животных считать агрессивными и не выпускать их из приюта. Предложения таковы. Усиление мер ответственности к хозяевам за самовыгул животных, так как в некоторых поселениях значительная часть отломанных животных имеет хозяев. Расширение уличных вольеров для того, чтобы увеличить пропускную способность приютов. Увеличение времени содержания собаки в приюте для выявления ее поведенческих особенностей, агрессии с последующей эвтаназией.